В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, в годах первой посетницы Великого Поста мы с вами молились Святому Великомученику Фёдором Тираном и освящали Олива, которая потом будет раздаваться. Олива освящается, опять же, в память о том чуде, которое было совершено Святым Великомучеником Фёдором Тираном в 362 году. Сам Фёдор Тиран, как известно, был солдатом римской армии и за исповедание веры в Иисуса Христа был сожжён в 306 году. И вот, когда к власти в Римской империи пришёл император Юлиан, который изначально принял христианство, затем отвергся его, за что и был прозван отступником, он решил, что было бы хорошо посмеяться над христианами, осквернить их в дни первой седмицы Великого Поста, он, что это дни особой чистоты, христиане почитали это дни, постились, и он призвал к себе начальника города Константинополя, сказал, чтобы он издал указ, согласно которому на всех рынках все сестные припасы, вся пища была окроплена недоложертвенной дворью, потому что узнал, что согласно правилам постановлениям апостолов, христиане должны были воздерживаться от трёх вещей, от блуда, удавленной и доложертвенной пищей. И вот он окропил всю пищу, вот этой доложертвенной кровью, тем самым, как бы, желая врачить вот эти святые чистые дни поста у христиан. Но епископу Константинополя Евдоксию явился во сне святой великомученик Фёдор Тиран и рассказал об этом указе императора, и сказал, чтобы христиане всю неделю питались тем, что варили олива, то есть пищу из пшеницы, какой-то крупы с добавлением мёда. И тем самым на протяжении этой недели они сохранили чистоту и неприкосновенность этого поста. Святитель Иннокентий Тирсонский, размышляя над вот этим днём, праздником, говорит, какой же нравственный урок из сегодняшнего дня. Урок такой, что даже если Церковь Небесная вмешивается в нашу земную жизнь, в ход в нашу земную жизнь для того, чтобы сохранить пост в чистоте, это говорит о том, что пост, он важен. Он не просто так, он не просто что-то в второстепенном церкви, пост должен храниться. Далее, вот эта вот поддержка со стороны Фёдора Тирона, христианам, в Дни Великого Поста, это поддержка нам с вами, потому что мы тоже и через пищу, и через молитвы святого великомученика Фёдора на всей Церкви должны укрепляться в Дни Поста и понимать, что не только мы с вами трудимся, но и вся Церковь вместе с нами трудится и будет помогать нам в преодолении всех скорбей и искушений, которые могут встретиться в эти дни. И мы с вами будем вкушать вот это поле, которое состоит из пшеницы и мёда. Пшеница, она символизирует начатки жизни, то есть жизни вечной, воскресенье. А мёд это сладость, и, как святые говорят, что вот эта вот сладость в поле символизирует благодать Божию. И действительно, посмотрю, что вроде в пост пища очень ограниченная, скудная, простая, но при этом после трудов, после храма, молитв, приходишь, с каким удовольствием эта пища вкушается, с какой вот такой тихой радостью, удовлетворением, потому что всё это приправлено, так сказать, вот этой благодатью Божией. Поэтому не будем бояться поста, будем знать, что с нами Церковь Небесная помогает, и Господь всё благодатью не оставляет нас и укрепит внесение этих дни. С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! С праздником!